Добрый день, уважаемые любители истории! Мы сегодня продолжаем наши встречи и знакомим вас с интересными, удивительными людьми нашего города и района. «Люди и судьбы» называется наша рубрика. И сегодня у нас в гостях человек с необыкновенной судьбой. Вообще, вот слово «необыкновенное» полностью относится к нему. Юрий Федорович Ленов. Очень приятно представила вас. Можете начинать общаться с нашими. Обычно говорят, дорогие земляки, посмотрим, кто дорогой. Земляки, вся жизнь в Калаче, на Калачской возвышенности, или как мы ее назовем еще, Северная Скифия, она же «Дикая степь», где Калач – центр, столица, большой регион, как она называется. И мне посчастливилось помнить ее с лета 1942 года. Юрий Федорович, давайте начнем с самого начала. Давайте начнем вот с вашего детства. Вы родились и выросли в нашем городе. Родился я в Усмане, где недавно был Путин, Липецкая сейчас область. Но мои деды и все отсюда, Ширяева, с Калача, и меня сюда привезли, мне было два года. Я родился в Усмане, а в 1940 году отца перевели сюда, на работу, мать тоже отсюда. И я вот с 1940 года, я прописан, живу и чувствую себя рожденным улицей Молотова, она сейчас называется Верхняя. Это была последняя улица города Калача в то время, еще не город был, Слобода Калач. И рядом там уже была железная дорога, да? Да, железная дорога, тех других улиц не было еще ничего, не было этого хлебозавода. Это была наша территория, мы там играем в футбол. Давайте вот с этого момента немножко сделаем погружение в ваше детство. Вот прямо сейчас перенесемся, отмотаем как пленку. Каким было ваше детство? Я так понимаю, что это были военные годы, да? Получилось, что вот то, что врезалось в память, 40-й год, конечно, когда меня в мае 40-го года привезли сюда, я не помню. Было 2 года. А потом, первое, что врезалось в память, и с того момента не отпускало, это лето 1942 года. Первое, на нем было 5-й год шел. 5-й год шел. Вот, я теперь знаю, что это случилось, 7-го июля 1942 года, пал Балучар. У нас нахлынула масса беженцев оттуда. Танкисты без танков, танки остались на той стороне Дона. Склады у нас были. И, помню, первую бомбушку. Вернее, сначала первые разведполеты. Немцы, мы не понимали, кто это. Говорили, наши. Я помню первую драку. Я считал, что это наши самолеты. А мой на 2 года старший сосед считал, что его самолеты. Мы подрались, говорили, наши самолеты. И с той поры я помню, вот, войну, как выживали люди. А у нас было счастливое детство. Для пацанов это счастье. Оружие. Катюши. Танки. Вот это я помню точно. А что происходило в семье в военные годы? Отец у вас ушел на фронт, да? Да. Вы ждали с мамой. Сколько вас, вот, вы один ребенок в семье или еще? Да, один. Но дом мы построили на три семьи. Отец приезжал сюда. Он должен был директором банка быть в Калаче, но не успел. Ушел на фронт, ушел дядин. Мы жили три семьи фактически. Одна семья, и четверо детей было. Это брат-мама родной. Они жили в Ширяево. Но так, паспортов не было, прописки не было тогда. И мы жили вот в этом доме, верхняя тридцать сегодняшняя. Вот. Три семьи. Северо детей. Под руководством бабушки. Тетя, как я ее называл, тетя Галя была грузчиком. Мать работала в артеле. Китайцы производили бумагу здесь. Игрушки. И улица интересная была. Была подпольная церковь, маленькая, в доме бывшего героя гражданской войны, Петра Федоровича Коновалова. Три мужчины было. Остальные были дети. Девочек было мало. Были сорванцы, пацаны. Играли в войну? Ну, как бы вот... Ну, играли по-настоящему. А то получилось? Играли... У нас вся улица была забита техникой. Поезд не доходил до станции. И до чугунно-летейного завода, который был объектом военным. Его бомбили. Был чугунно-летейный завод на станции. И товарняк останавливался на 90-м километре. В начале нашей улицы. И там сгружали огромное число танков, катюш. И они стояли вдоль по нашей огромной улице. Там 228 домов было. Но она была не улица, а куски. И мы играли в танках, брали нас в середину танка, кабину Катюши. Машины, да, наверное, тоже. Но машина ни одной грузовой, советской или российской, я не видел. Это были студобекеры, все. Сейчас мы отдаем дань или уважение той помощи, которая была. Была помощь огромная. Сейчас она во всех газетах, журналах показана правдиво. До последнего времени о ней мало говорили. Это был тыл воюющий. В каждом семье, в каждом дворе выращиваем охорку для фронта. Шире кисеты вот эти вот для фронта. И у нас, мы знали, что у нас был штаб Юго-Западного фронта. Это бывший киевский особый военный орган. То есть как эту информацию не засекречивали, но даже ребятам, которые бегали по крайней улице Калача, эта информация была известна? Это было известно, потому что напротив жил мэр поселка, мэр Слободы этой, Иван Дмитриевич Дудецкий. И у него, они же думали, что пацаны 4, 5, 6 лет не понимают. Это все обсуждалось. И создание партизанских отрядов, и вот какие были недостатки там межнациональные, этнические, когда не до этого было. И, конечно, все на глазах. Это была бригада, где работали пропагандисты. Калач был центром ведения, мы это знали, ведения агитационной массовой работы радиопропаганды на оккупированную Украину, отсюда же. И здесь мы этого, правда, не знали. Содержался даже Паулюс, Хрущев был, бывший министр обороны был здесь сначала, Василевский, Ватулкин и другие мировые, всемирные или всероссийские лидеры. Это как-то возвышало понятие галач. Для меня, конечно, понятие галач заканчивалось 6-й школой, дальше уже был чужой галач, он был русский галач. А там была слободская Украина. Мы говорили и бегали босиком, конечно. Очень интересное было детство. У нас были свои землянки, мы свой партизанский отряд, даже два, их планировалось два отряда. Мы знали, где готовятся эти валеты, ну, что еще сначала, тушенка и так далее. Потому что Иван Дмитриевич Дудецкий, первый мэр нашей Слободы, вот, ну, давал нам по кусочку попробовать это. Вот. Что еще было? Впервые были частники, возвратился НЭП. На время войны галач возвратился, как я сейчас понимаю, НЭП. Например, через два дома от нас была частная мастерская по изготовлению валенок для фронта. Военные. Военные, да. Не, не военные. Отцу сейчас будет там нужно обязательно с вашей помощью такую бы сделать памятную доску. У Додов Арсений Горилович, участник Первой мировой войны, ему дали патент. Из армии отпустили. И вот все, кто жил на нашей улице, подрабатывали там. Изготавливали валенки для фронта. То есть убывали не только фронт, но и жители и калача. Это непростой войны. Ну, я так думаю, что с левой. Должно было только для фронта, но попадало, мы же русские, славяне, или тем более в то время. Вот. Было и для... Я знаю, что проезжали из Медвежьего, вот, из Верхнего ВК, хотя другой там был тогда район. Это был, вот, сейчас, так сказать, частная фабрика у Додовых, семи у Додовых. Работали три. Три сына, отец и соседи. Приходил филинспектор, все ждали, улица вся ждала, когда придет филинспектор, проверит все. Значит, нам пара какая-то останется нам. Ну, пацаны воровали один сапог, один валенок. Значит, какой-то же не пойдет, какой-то подарят. Конечно, изворотливость такая была. В каждом третьем доме была мыло-фабрика. Мыло. Сами изготавливали. Это, ну, вот, мясокомбинат, как я понимаю, давал кишечное производство, оно потом выстаивалось, и потом с помощью... В хозяйстве, да. Да, в хозяйстве. А другого вообще не было. Вот мыло. В нашем доме, как вот это, в верхние 30, проживало три семьи, руководила бабушка. Было нечем топить, нельзя было брать в лесах. Вот тогда, значит, изготавливали кизяки, так называемые. Мы все участвовали. Носили то, что можно было. Была корова. Иногда на два-три дома корова. И вот тогда обнаружилось, что очень умная корова. Вот неделю она в этом доме, а неделю в том. И она точно знает, когда идет домой, что кончается эта неделя, она идет в другой дом. И мы ждали, когда, допустим, бабушка или тетя подоила корову. Первое молоко мне и самое маленькое. У меня была дозаводная сестра. Она пела, драм-кружок вела. Ей был тринадцатый год шел. Тогда на нашей улице был госпиталь, там, где школа была. Мы выступали. Она брала нас. Это бригада, агитбригада. Работала избочитальня в колхозе Чапаева. Вот тогда. На грани и в колхозе Чапаева. Но вот эта избочитальня работала. Там мы в шашки играли, в шахматы. Футбольная команда была. Войну. Насколько я помню. Не было этих улиц. Железнодорожная не было. Свободы. Трудовой. Этого ничего не было. Тут было болото большое или озеро. Такое. Очень интересное детство. Вот оно осталось. И я понимаю, вот сейчас, с того времени я слежу за судьбой всей страны, но сопоставляю с тем, что тогда было. Вот позавчера сообщают, что был залп, когда брали плен Павлюса. Залп Катюш. Это наши Катюш. Потому что у нас стояли на улице, они потом двигались своим ходом в Сталинград. Полтора дня шла колонна танков на Сталинград. Второй раз был тоже штаб Юго-Западного фронта у нас, который стал подолкером украинским. Это все очень интересно и связывало. Я понимаю, что это огромный далекий тыл без мужчин. Все мужчины были в армии. Нормально больные. Вот дядя Володя Мишин был, я помню. Мы его спасали молочными щенятами. Последняя стадия туберкулеза у него была. Мы не понимали, что это заразное, я его помню точно. Мы принесли ему молочных щенят. Вот. Дигих этих собак. Собаки спасали. Вот пока они молочные, это лучшее лекарство было для него. И тот же был Иван Дмитриевич. Дудетский, под его, так сказать, руководством. Его взрослые две дочери были, студентки. Они показывали пример. Кроме того, что мыло, табак, вот это было, бумагу. В нашем доме вверху ядерится. Китайцы почему? Самые предприимчивые были китайцы. Тан Хай Си. Это остатки китайцев, которые строили сибирские дороги железные, потом были в отцовых частях гражданской власти. Они остались здесь. Их в армию почему-то не врали, по-моему. Вот они занимались созданием бумаги. Это старые газеты какой-то черной краской перекрывали. Да. Вот перекрывали. И мы писали мелом. Вот первое, где-то пять, может, пять с половиной лет научился. Меня сестра научила читать. И читали верующим в доме вот этого героя гражданской войны Петра Федоровича. Я читал, да. Ничего не понимая читал Ивана или что бабушки были. Бабушка не грамотная была. Моя мать один класс образования. И Лида, сестра. И брат двоюродный Петр Денисович. Судьба их интересная тоже. Все почти Иван, Манжура самые главные. Все были ранены, потому что мы раздражали снаряды. У ребят, которым десять и выше оружие было. Даже пулемет был. на нашей улице двенадцатилетнего пацана. Ну что, они оставались после того, как проходили селик, то потом. Тогда, когда ушли уже, когда прошли войска, осталось огромное количество и шланцивьяр вот этот вот. Там закопали просто ящики огромные. Новые снаряды мы их разряжали. Такие, я помню, порох, огромный порох белый, он бегает. взрывались некоторые, вот погибли пацаны. Это руку оторвало в Манчжури в самом главном городе. То есть это уже после войны? Войну. Военные годы, да? После войны тоже было, конечно. Скажите, вы помните тот заветный день победы, который пришел в Калач? Я вот в последний раз смотрел дело отца в военкомате. У меня неправильно отложилось почему-то, что день победы был тогда, когда отец пришел для меня. А сейчас я посмотрел дело его в военкомате. Там написано, что он пришел в 44-м году, он был тяжело ранен. Я расскажу остатки войны, все были ранены, дядя вернулся, снова он сапер был в наш дом, был ранен. И вот это я считал, что день победы, когда отец пришел. И сам день победы потом, уже были мужчины здесь, уже мы давно отпраздновали победу. Я не могу сказать, что я точно помню. Вот, допустим, день у меня сейчас был англичанин в гостях, два раза в калаче, известный писатель англичский, он спрашивал, как вы, тоже, что я помню. Я помню, вот день запуска первого спутника, я помню, когда Гагарин, я помню, где я был. А вот день победы, именно вот, 8-ое или 9-ое, я не помню. Я помню, что вот, когда отец пришел, в декабре 24-го года вернулся. Для вас это отложилось как день победы? И Денис Павлович, дядя, тоже раньше, со мной на одной ноге пришел, сосед еще один, Зайцев, основе я известная. И хотелось бы, чтобы вот это вот прошлое, вот это околица Калача, бывшая Чумилка и Савырюка, вот осталось живым филиалом, заповедником, вот 42-го года, как оно было в вашем музее. Есть для этого я подготовил саженцы и представление, что вот как она была, как это было, вот, где находились вот эти фабрики, еще одна была где-то, фабрика, я не знаю, где она была. Да, в той стороне. Смотрите, Юрий Федорович, у нас есть уникальная возможность вот прямо сейчас отсюда, вот из нашего диалога обратиться к нашим зрителям для того, чтобы создать некий объект культурного наследия, культурной памяти исторической, да, конечно же, в первую очередь нам нужны материалы. Поэтому, уважаемые зрители, уважаемые наши жители нашего города, если вы проживаете, вот в этом районе, о котором мы сейчас разговариваем, это район Чумивки, да, кстати, интересное само название, я очень долго думала и не понимала, почему эта часть Калача носит такое название. Перед вашим приходом я посмотрела, почему, откуда такое слово. Скорее всего, у меня версия такая, что это вот Чумаки, которые торговали солью, рыбой, да, везли, и вот там они на той территории останавливались, у них там были свои такие стоянки, да, вот. Так вот, возвращаясь к нашей просьбе, что вот эта территория Чумивки, если вы там проживали, если вы вышли из этой улицы Верхней, да, и помните военные годы, может быть, не вы, может быть, помнят это ваши бабушки или близкие, которые живы еще и готовы поделиться информацией, присылайте, пожалуйста, к нам на страничке Калачаевский краеведческий музей, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Одногласниках, есть Калачаевский краеведческий сайт, можно просто прийти в Калачаевский краеведческий музей и поделиться той информацией фотографиями, воспоминаниями ваших близких, если бабушка у вас уже или дедушка не могут к нам прийти, запишите их воспоминания детально, подробно и поделитесь с нами той бесценной информацией, тем бесценным материалом, который еще можно вот так вот по крупичкам, по каким-то фрагментам собрать и сделать из этого что-то грандиозное. Заповедник. Хотелось бы, чтобы, да, были какие-то такие фундаментальные моменты в нашем городе, потому что, конечно же, город, имеющий такое большое значение в годы войны, к сожалению, у нас нету статуса даже города воинской сети. нам отказали. Мы писали, краеведы писали, причем написан Подольский очень хорошо написал. Мы ему помогали, может, недостаточно. Великолепно написано. Я видела материалы и думала, что все-таки это... если вот добавить это, мы сейчас сейчас же правда, у нас сейчас газеты и журналы более правдивы, чем западные. Да? Мы и хорошее, и плохое. Давайте объединимся вот в этом хорошем направлении. Все-таки многие вещи из нашего города, они находятся в засекреченном состоянии. То есть вот то, что у нас здесь были и Хрущев, и вот известно, что Василий, Ватутин, а то, что более высокий военачальник... Да, вот эти все моменты, они до сих пор находятся в каком-то засекреченном состоянии, что документального подтверждения этому очень сложно найти. Но есть очевидцы, которые об этом помнят, об этом говорят. Поэтому можно в этом направлении работать. Если в этом направлении последнее, я постарался кое-что найти, обратился вот живо еще с тех времен Бондарева, Зинаида Алексеевна. В Москве он закончил потом университет дружбы народа. Зацепило Борис Афанасьевич, его внуки, дети приезжали. Ну, возраст такой, что уже не пишется, наверное. Удодов, один из тех, вот собственников бывшего этого артели, тогда называлось артель, артель называлось, да. Артель Удодов, Николай Арсеньевич, известный изобретатель, победитель в шестом классе, победитель всесоюзных там соревнований по самолёту делали мы из салона. Ну, здесь вообще творческая инженерия такая работала у детей сильно. Они живые, другие, вот, Парахненко Сергеевна, на год старше, живые. Кое-что, я, правильно, мне же всегда, правильно ли это ображается, врезалась в память, правильно или неправильно. В основном правильно, они подтверждают то, что вот, особо насчёт Катюш, на Студобекерах именно. Ну, давайте будем надеяться на то, что всё-таки наши зрители будут активными и, ну, вступят в нашу, так сказать, организацию с вами и хотя бы материалом, хотя бы какими-то воспоминаниями обязательно с нами поделятся. А если это будут фотоматериалы, это, конечно же, будут просто бесценные кадры. Субтитры сделал DimaTorzok